Батарея как арт-объект. В Самаре подвели итоги первого в мире и уникального в своем роде конкурса. В ожидании отопительного сезона жители города согревались как могли. Творчеством и взяв руки кисти и проявив фантазию превращали в произведение искусства источник тепла. Авторы лучших работ получили денежный приз, а все остальные признания. Их батареи теперь увидит вся область. С необычной выставки репортаж Татьяны Пудовой. Вместо батареи дракон, решетка радиатора, автомобили, стволы берез. Из простых предметов быта теперь уникальные произведения искусства. Это первая в мире выставка чугунных батарей, рукотворных. А вот радужная овечка самого младшего участника экспозиции. Матвей всего 7 месяцев, но он активно принимал участие в создании своего теплого шедевра. Это пупончики из шерсти, собранные просто на ткань. За улыбки никто не остается, всем очень нравится, все ее гладят, все как бы радуются. Это такая у нас арт-объект дома. А начинали художники с собственной кухни. Елена Новикова заставила батарею петь. Этот хор собрался в ее квартире меньше, чем за неделю. Здесь и бабушка, и военная, и девушка-кокетка, школьница и пара хипстеров. Идея расписать каждую секцию как-то по-своему, она пришла сразу. И следом за ней последовала идея сделать из этой батареи хор такой, то есть расписать каждую секцию как отдельного человечка. А на реализацию данной идеи ушло около пяти дней, потому что все это расписывалось после работы вечерами. Выставка стала площадкой для обмена опытом, идеями и для показа таких радиаторов, каких в интернете точно не увидишь. Все это не только ради искусства, но и ради победы в конкурсе. Такой уникальной, первой в мире проводила крупная ресурсоснабжающая компания. Победителей наградили прямо на открытии выставки. В планах дизайнеров расписать все батареи в своих квартирах и на этом не остановятся. Пойдут с красками и кисточками в гости. Татьяна Пудова, Игорь Лунев, Новости губернии.